Если в лотерею выиграю, например, миллион рублей или какую-то другую сумму, должен ли я с этих денег перечислить алименты несовершеннолетних детей? Вопрос. Такой вопрос мне задал мужчина на прошлой неделе в рамках консультации. Я, в общем-то, ответ на него знаю, поэтому решил записать видео для таких оптимистов, как этот мужчина. Или для женщин оптимистов у нас достаточно. Человек рассуждает, что он может выиграть в лотерею миллион. Я у себя на Дзен-канале провел опрос, где задал моим постоянным подписчикам вопрос. Надо ли платить с выигрыша в лотерею алименты? Ну, ответы вы видите на своем экране. И видно, что довольно-таки большое количество граждан считают, что платить алименты с выигрыша надо. Но, чтобы было чуть-чуть поинтереснее, я расскажу. Вообще, на самом деле, все, что я сейчас буду рассказывать, чтобы поинтереснее было, все основывается на реальной истории. Значит, мужчина выиграл в лотерею миллион триста с чем-то тысяч рублей. В течение, по-моему, даже года он это сделал. То есть, мужику капитально поперло. До этого с него были взысканы алименты на двоих детей. Как там супруга узнала о том, что он выиграл несколькими выигрышами миллион триста? Ну, так история вроде как умалчивает. Но, тем не менее, она обратилась к приставам. И приставы, бравые ребята, обожаю их, вот таких вот приставов, про которых идет речь, они посчитали, что это доход и насчитали ему там почти 400 тысяч там или там чуть больше, значит, алиментов. Мужчина, конечно же, не согласился с таким расчетом. Он подал административный иск в суд и судились аж в целых трех инстанциях. И, по сути, все три инстанции согласились с мужчиной, что с этих денег алименты не удерживаются, так как эти денежные средства не являются доходом, не являются заработной платой, не получены по каким-то гражданско-правовым договорам и тому подобное. Существует перечень, утвержденный правительством Российской Федерации, заработных плат и источников доходов, с которых взыскиваются, удерживаются алименты несовершеннолетних детей. И этот перечень исчерпывающий и не подрежит там какому-то расширенному толкованию. Если кому интересно ознакомиться с перечнем, ссылка на него в описании под видео. Ну и, кстати, ссылочку на последнюю инстанцию, в которой происходила битва между приставами и этим удачливым мужчиной, оставлю тоже в описании. Это Третий Кассационный суд города Санкт-Петербурга. Ну и что, значит, к какому выводу мы приходим? Что алименты с выигрыша в лотерею платить не надо. Вот так вот. Так что заряжайтесь оптимизмом. Я человек не азартный, в лотерею не играю, но, видите, кому-то везет. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Свой юридический вопрос можете всегда задать в моей группе ВК. Ссылка есть в описании канала. А мы увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.